Спасибо большое, Светлана Анатольевна. Конечно, очень жалко, что мы сейчас разобщены, сидим каждый в своем офисе, в своей студии. Ну, что сделаешь, ничего не попишешь. Но, в свою очередь, я хочу сказать, что вот такое дистанционное участие, оно очень может серьезно сказываться на времени наших презентаций. Поэтому у вас сегодня очень большая и сложная задача быть модератором. И я со своей стороны, поскольку я выступаю первым, я постараюсь сделать так, чтобы не выйти ни в коем случае за пределы. Поэтому, значит, что изменилось? Ну, на самом деле, когда мы предлагаем эти темы, мы готовим их, и результатом являются даже несколько другие взгляды, отличные от того, как мы называем то, о чем мы говорим. Вот, например, появились новые биомаркеры. Мне кажется, это очень интересное и перспективное направление. Значит, это работа. такое большое наблюдательное исследование, которое было начато еще в 15-м году. Сейчас есть пятилетнее наблюдение за тем, как вели себя эти пациенты. У этих пациентов исследовались генные, так сказать, наборы и комбинации на основе 31 гена. Вот здесь они показаны. Название гена, что он делает. Это, значит, класс регуляции, экспрессия или же подавление экспрессии. И вот на следующем слайде слева в таблице 1 мы видим определенные демографические показатели пациентов. Ну, на что обратим внимание? Стадия по AGCC. Было первой стадии 48% пациентов, второй стадии 22%, третий 30%. И вот нижняя строчка – это уже генная сигнатура класс 2. А теперь повернем в правую часть слайда. Сверху мы видим 4 подгруппы. И я прошу не путать это со стадиями. Это не стадии, это подгруппы. И посмотрим, вот, скажем, на левой таблице. Значит, класс 2. Класс 2 – 43%. То есть, как бы выделено отдельным образом вот этот класс. А теперь внимательно посмотрим на таблицу 2. Здесь, значит, мы видим знакомые характеристики опухоли. Бреслоу, методик рейд, значит, изъязвление, наличие лимфатических узлов пораженных. И потом уже идут эти классы. И вот смотрите, что интересно. Если мы посмотрим на толщину опухоли по Бреслоу, а мы знаем, что это наиболее сильный прогностический фактор для локальной опухоли. И построим модель равной вероятности. То есть, значит, либо будут метастазы, либо не будет. То сам по себе этот индекс прибавляет 20%. А методический индекс немного прибавляет 1.0.1. По этой причине его сейчас-то и нету в HGCC версии. Ну, а теперь посмотрим, что прибавляется, если появляется позитивный лимфоузел. Множится в два раза, значит, этот показатель. И самое интересное, что для последующих классов генетических, определенных как 1b, 2a, 2b, значит, рассматриваются три показателя. Первый показатель РФС, это Relapse Free Survival. И мы видим, что Hazard Ratio 2.92 гораздо выше, чем Бреслоу Сикнес и все остальные, значит, показатели. Если мы рассматриваем и сдвигаемся немножко вправо, значит, Distant Metastasis Free Survival, да. Мы видим, что значение, значит, то, которое было достигнуто 2.92, примерно сохраняется. Ну и, наконец, когда мы переходим к меланомоспецифической выживаемости, мы видим, насколько показателен вот эта вот показательная генная сигнатура. И что из этого следует? Из этого следует, что в принципе всех пациентов с 1-3, то есть локальными, но не локальными, потому что 3-я это уже метастатическая стадия, мы можем делить по генной сигнатуре на два класса, класс 1 и класс 2. И из этого уже исходя, строить концепцию наблюдения и обследования этих пациентов. И в этой связи, в известной НССН-группе, которая формирует, значит, рекомендации по лечению, начинается дискуссия. Рано или своевременно начинать вот это все исследовать у пациентов. И, значит, никто не отрицает, что это очень интересно и перспективно, но призывают, в общем-то, все-таки провести дополнительные крупные, значит, исследования для того, чтобы убедиться, что это все так и есть. И на сегодняшний день все же оставляют основным патоморфологическое исследование. И тем не менее, тем не менее, мой взгляд на то, что вот я вам сейчас показал, что это, безусловно, перспективное завтра. Я не могу сказать, что это уже сегодня, но это завтра. А теперь несколько слов про лимфоденектонию после, значит, биопсии сторожевого лимфатического узла. Это хирургическая проблема. Почему я решил на ней остановиться? Ну, потому что, во-первых, мы знаем, что если биопсия сторожевого лимфатического узла выполнена, и там мы нашли элементы, содержащие опухоль, значит, мы обычно старались выполнять всегда в этих ситуациях расширенную лимфодисекцию. Но два крупных исследования показали, что в этом нет большого смысла. Первое исследование, сделанное в Соединенных Штатах, МСЛТ-2, показало, что нет никакой разницы. Не в безрецидивной выживаемости справа и не в меланомо-специфической выживаемости на графике слева. Дальше то же самое было показано в германском Декоговском исследовании. Совершенно идентичные результаты. И что я хочу сказать и прокомментировать. Вот сегодня, когда мы в нашей стране стали делать достаточно широко биопсию сторожевого лимфатического узла, сложилось впечатление, что если он позитивен, то надо обязательно выполнять лимфодисекцию. С моей точки зрения, эти данные говорят о том, что вы можете этого не делать. Но с другой стороны, есть и пациент. И пациенты сегодня сами знают очень немало. Поэтому мы считаем, что решение делать или не делать находится между пациентом и хирургами. И если пациенту правильно все объяснить, он может принять решение, и хирург уже примет свое решение. Вот про неодевантную терапию меланомы кожи я не буду вообще говорить. Потому что на эту тему будет говорить мой коллега, блестящий онколог из Хьюстона, Чарльз Болч. И не буду отбирать у него время, а сразу перейду на следующую часть своей презентации. Значит, немножко про бераф-ингибиторы, бераф-мек-ингибиторы. Мы активно пользуемся у нас уже давно и вему-рофенибом, и коби-мек-ингибом, и Дабра, и Траме. И они вошли в стандарты нашего лечения. Но в мире, в Европе и в Соединенных Штатах есть еще одна пара – энкорофениб и бени-мединиб. И более того, я знаю, что сейчас у нас в стране идет подготовка к тому, чтобы эти препараты были также зарегистрированы у нас. Возможно, это случится в следующем году. Но если мы посмотрим для сравнения частоту объективных ответов по этим трем комбинациям, то мы увидим, что примерно похоже друг на друга эти результаты. Если мы посмотрим на медиану общей выживаемости, то она будет предпочтительнее для энкорофениба и бени-мединиба, но, однако, это не сказывается по большому счету сильно на пятилетней общей выживаемости. Она примерно одинакова. И мы знаем, что таргетные препараты вызывают определенные побочные эффекты, среди которых, ну так если крупными мазками, это фотосенсибилизация, лихорадка и ретинопатия. И вот если мы посмотрим на комбинации, то мы увидим, где что происходит в большей степени. Например, вот лихорадка, она характерна для добра трами, но она может присутствовать и коби и веморофениб комбинации до 30%, в комбинации энкорофениба и бени-мединиба она минимальна 20%. Но серозная ретинопатия здесь больше, ее 38%, у коби и вема 27%, в то время как у добра и трами фактически мы этого не наблюдаем по-серьезному. Наконец, фотосенсибилизация. Здесь на первом месте по токсичности и профилю токсичности комбинация коби и вем. Ну и так далее. То есть все эти три пары имеют свой профиль, определяющий токсичность и эффективность, тем не менее, у них более-менее одинаковая. В общем, если мы получим эту третью пару, я думаю, что мы будем пользоваться ей не меньше, чем пользуемся уже существующими двумя. Тройная комбинация. Ну, об этом много было ожиданий и разговоров. И одно из крупнейших исследований – это Trilogy, Inspire. Третья фаза. Более 500 пациентов, которые получали тройные комбинации. Или же плацебо вместо отеза лизумаба. Антипедиэль, значит, иммуно-онкологического препарата. И здесь схема, которую использовали в протоколе. И видно, что первые четыре недели, можно сказать, это были подготовительными неделями, когда пациенты получали только таргеты и не получали отеза. А вот начиная с 28, уже 28 дня подключался этот препарат. Обратим внимание, что первичная и конечная точка – выживаемость без прогрессирования. И частота объективных ответов, ну, в начале о ней. Она, в принципе, производит впечатление одинаковости. 65-66%, 17-16% и так далее. Но конечная и первичная точка – выживаемость без прогрессирования в тройной комбинации оказалась лучше, причем на достоверном уровне, что и послужило фактически поводом для ее регистрации. Правда, при изучении общей выживаемости мы здесь такого яркого эффекта пока не видим. И итоговый анализ будет проведен после регистрации дополнительных случаев, в том числе и смертельных исходов. Так что мы увидим эти данные скорее позже, либо в этом году, либо на следующий год. А профиль безопасности? Ну, профиль безопасности мы предполагаем, что у тройной комбинации больше осложнений. Да, больше. Степень 3,4% на 6% отличается от плацебо и коби-вему-рофениба. Однако, нас также интересует показатель, который приводит к отмене всей терапии. Ну и вот в данном случае мы видим, что отмена на тезолизомабе 13%. То есть, никак не больше, чем отмена на коби-метинибе с вему-рофенибом в чистом виде. Ну, поскольку была задача говорить и о неудачах, то, наверное, есть смысл упомянуть о комби-а исследовании, которое фактически повторяет по замыслу предшествующее исследование. Только здесь используется антипеди препарат спартализумаб и пара, значит, таргетов, Дабра и Траме. И, значит, частота объективных ответов была похожей, немножко выше в группе, значит, тройной комбинации. Вот. И полных ответов там было незначительно, но больше. Однако, однако, вот первичная, конечная точка, выживаемость без прогрессирования оказалась примерно одинаковой. И не было достигнуто, значит, здесь статистической значимости. И исследование, в принципе, было признано негативным. Общая выживаемость, мы видим тоже на медиане наблюдения, почти 30 месяцев сильно не отличалась друг от друга. И в заключении я хочу остановиться на метастатическом поражении головного мозга и пятилетних результатах лечения. Мы знаем об этом исследовании ABC или Checkmate 170, исследование второй фазы и, в общем-то, по количеству ограниченное, но оно на сегодняшний день имеет пятилетние результаты. И это очень и очень интересно. Трехкагортное. Кагорта А и когорта Б. Сильно не отличаются. Это бессимптомные метастазы, без предшествующей локальной лучевой терапии. В первом случае используется комбинация иммуно-онкологических препаратов НИВА плюс ИПИ. А во втором случае используется только НИВА. Ну и в когорте С, это неблагоприятная совершенно когорта, там тоже только НИВА. И что мы видим? Мы видим, что частота интракраниальных ответов на НИВА плюс ИПИ достигает, с моей точки зрения, великолепного результата. 51%. И, конечно же, это существенно отличается от цифр в 20% во второй когорте, где только чисто НИВА. Ну и я даже не буду сравнивать с когортой С. А экстракраниальные, ведь эти пациенты помимо метастазов в головной мозг очень часто имеют другие метастазы, экстракраниальные. Тут частота объективных ответов еще выше, 57% против 29 и 25%. Ну и пятилетняя выживаемость. Вот эти данные без прогрессирования по интракраниальным очагам. Ну, НИВА плюс ИПИ дает 46% пятилетней выживаемости без прогрессирования. А общая выживаемость НИВА плюс ИПИ дает 51% общей выживаемости. Согласимся, что это цифры, которые, ну, нельзя не признать как выдающимися. Потому что речь идет о том, что пациенты с метастазами в головной мозг плюс-минус экстракраниальными метастазами могут быть надежно защищены комбинацией НИВА и ИПИ. И эта надежность распространяется на период 5 лет и, судя по всему, и дальше. Поэтому, прежде чем я попрощаюсь и скажу спасибо за внимание, я считаю, что главным выводом мы сегодня имеем тот вывод, что продолжается поступательное движение вверх. Да, вначале были быстрый взлет всех новых комбинаций, всех новых опций лечения. Сейчас этот процесс идет немножко по-другому. Мы вышли на заданную высоту полета, и полет проходит нормально. Спасибо за внимание.